НВ Приветствуем всех, это Двойные Стандарты на радио НВ, Павел Казарин Юрий Мацарский Что ж, вынуждены начинать с истории совсем не ясной, совсем неприятной, совсем нехорошей Да, в Одессе сегодня суд вынес приговор по делу активиста Сергея Стерненко И похоже в нашей стране снова появились политические заключенные Семь лет и три месяца лишения свободы К такому сроку суд приговорил Сергея Стерненко Кроме того, еще и конфискация половины имущества Речь идет о активиста обвинили в том, что в 2015 году он похитил члена партии Трухановской партии, Одесской партии «Доверяй делам» Сергея Щербича И что якобы он его похитил, чтобы завладеть тремя стами гривен При этом угрожал каким-то кинжалом ему и стартовым пистолетом Да, и само дело основывается только исключительно на показаниях Щербича Причем Щербич их давал следователю, давал не в суде, в суде его он не находился И на этом основании, например, адвокат Сергей Стерненко Масина Емон говорит о том, что суд не может привлекать к делу свидетельства, которые, собственно, были даны не в суде И прокуратура требовала 8 лет лишения свободы суд Вынес приговор в 7 лет и 3 месяца Сам Сергей Стерненко считает, что все это месть со стороны генпрокурора Ирины Венедиктовой, мэра Одессы Геннадия Труханова Потому что он в свое время принадлежал к тому, к той группе одесских активистов, которые митинговали против незаконной застройки в Одессе Которая, по мнению Сергея Стерненко, осуществлялась или крышевалась мэром города И есть очень много нестыковок Ну, например, действительно был стартовый пистолет Почему-то в материалах уголовного дела, насколько я понял, он фигурирует как огнестрельное оружие Хотя, ребят, ну это же стартовый пистолет Более того, там есть какие-то непонятки с экспертизами, которые проводила полиция по этому делу И, знаете, самое удивительное, что Сергей Стерненко Ну, мы понимаем, мы все люди И, может быть, кто-то к Сергею относится с презумпцией недоверия Но, тем не менее, Сергей Стерненко настолько большую ненависть питают, например, члены партии ОПЗЖ Он так безумно бесконечно бесит, например, какого-нибудь портного в нашей стране Что это само по себе стало показательно Вообще дела, возбужденные против Сергея Стерненко, знаете, они стали больше, чем дела против конкретного Сергея Стерненко Объясню, о чем идет речь Вот иногда бывает дело больше, чем оно кажется Иногда дела бывают меньше, чем оно кажется Ну, вы знаете, например, когда, не знаю, патрульная полиция задерживает какого-нибудь пьяного политика Он начинает кричать, что это все давление на него из-за его политической позиции То есть он пытается свое дело сделать больше, чем оно есть на самом деле То есть просто человек сел пьяный за руль, а он пытается кричать, что это давление на него по политическому признаку Что вы меня задерживаете не потому, что я пьяный скот, а потому, что я пьяный скот, который еще и находится во главе или в руководстве какой-то политической силы Да, а бывают наоборот ситуации, когда, например, там политика общественного деятеля сажают в тюрьму, но говорят, что это не за твою политическую активность, а не знаю, потому что ты там три года назад не заплатил там 150 гривен налогов, а они вот там с пеней разрослись до какой-то суммы или еще какую-то причину находят. Вот мне кажется, что дело Сергея Стерненко, оно принадлежит ко второй категории, и когда власть и когда государственное объединение пытаются преуменьшить масштаб, и говорят, да нет, ну вот смотрите, тут сплошная уголовщина, а когда ты начинаешь... Это за бандитизм, вы перепутали, это не потому, что он требует от нас, чтобы мы жестче карали за коррупцию, не потому, что он требует провести до конца иллюстрацию, это просто за бандитизм. Вот, в общем, на самом деле, сегодня в 20.00 в центре Киева будет анонсирована уже акция протеста, 8 вечера сегодня в Киеве, поэтому если у вас есть время, то вам стоит быть там, а если у вас есть какие-то дела, ну, возможно, стоит подумать о том, чтобы их перенести. Защита Сергея Стерненко уже объявила о том, что будет подавать апелляцию на это решение, но самого Сергея уже надели наручники, я так понимаю, что этапировали в советах, следственный изолятор. Честно говоря, повторюсь, на самом деле, вот для очень многих дело против Сергея Стерненко, оно превратилось в такой себе маркер, потому что вокруг него сконцентрировано такое гигантское количество амбиций, чужих самооценок, чужих эмоций, и, например, представители прокуратуры, включая Ирину Венедиктову, они неоднократно произносили вслух заявления в адрес Сергея Стерненко, которые заставляли сомневаться в их неангажированности, в их беспристрастности, в их готовности разбирать его обвинения в адрес Сергея по существу. Создавалось ощущение, что на самом деле существует какой-то консенсус на самом верху правоохранительной системы о том, что вот, а давайте этого ретивого активиста отправим за решетку. И, судя по сегодняшнему судебному решению, вот этот вот консенсус мог и сработать. И теперь пытаются Сергея окончательно упрятать тюрьму. Но ведь понимаете, в чем штука? Ведь из многих решений, которые рождаются в стране, те решения, они чреваты выводами, которые общество из них делает. Ведь, с точки зрения очень многих, приговор Сергея Стерненко, это такой приговор всему активистскому движению. Это приговор всей категории неравнодушных граждан в нашей стране. Потому что, с одной стороны, у нас есть огромное количество нерасследованных резонансных нападений на активистов. И в той же Одессе. И дело Кати Гонзюк. И дело Устименко. И так далее. Но при этом нападения на активистов не расследуют. А при этом любые сомнительные или странные страницы биографии самих... Ну, я не знаю. А при этом любые поводы для того, чтобы обвинить самих активистов, правоохранительная система пытается раскручивать на полную. И поэтому, когда мы начали нашу программу со слов о том, что, вероятно, в нашей стране снова появились политические заключенные, то, возможно, слово «вероятно» тут будет даже лишним. Ты смотри, у нас же позавчера, по-моему, 21-го числа, была седьмая уже годовщина назначения Арсена Авакова на пост министра. Он самый долгоживущий чиновник в стране. Дольше него у власти оставался только Леонид Кучма. И ты понимаешь, да, что это возможно? Я сейчас не готов утверждать на сто процентов, что это все, ну, как это говорят, звенья одной цепи. Несколько слов еще скажу о Стерненко и Щербиче. Вот это вот дело о якобы похищении депутата на основании которого вот сейчас, которое вот завершено этим судебным приговором. Или я понимаю так, что есть возможность обжаловать приговор, и, скорее всего, это будет сделано защитой Сергея Стерненко. Ну, в общем, это все дело будущее, теперь о прошлом. Это дело было возбуждено в сентябре 2015 года. Ну, в общем, уже много лет прошло, да, честно будем говорить. Что произошло? Тогда, собственно говоря, этот Сергей Щербич утверждал, что его похитили трое людей в масках, куда-то увезли и требовали деньги. Потом он вдруг оказался на свободе, пришел с заявлением то ли в милицию, то ли в прокуратуру, и, среди прочего, указал, что считает, что одним из тех людей, которые были в масках, его похищали, используя при этом оружие, был Сергей Стерненко. Да, самая еще, понимаешь, забавная история. На Сергея Стерненко было в Одессе несколько покушений. Люди, там, я не знаю, там, похожие на тетушек, там, у которых в анамнезе, там, спортивные разряды по единоборствам, караулили Сергея с его девушкой у подъезда, нападали. И, судя по всему, при них были какие-то там холодное оружие. И вот эта череда, когда есть активист, который борется с властью, с коррупцией, с застройкой, который продвигает, который состоит, там, который активист Евромайдана, правого сектора и так далее. И все это не где-то во Львове, а, например, в Одессе или в Николаеве, или в других южных городах Украины. Ведь там заниматься таким проукраинским активизмом, это на порядок сложнее, чем делать это даже в центре, уж тем более на западе страны. И понятно, что есть огромное количество людей с большим количеством ресурсов, властных, административных, финансовых, которые вполне могут быть заинтересованы в том, чтобы этого активиста образцово-показательно упрятать, или образцово-показательно поранить, или образцово-показательно наказать для того, чтобы другим было неповадно. И очень многие воспринимают дело против Сергея Стерненко. Всю эту череду неудавшихся покушений на него, всю эту череду уголовных дел, которые раз за разом на него заводились. Именно как сигнал, который правоохранительная система вместе с частью криминалитета и власти, и, не знаю, чиновников, посылает активистам, что, мол, сидите, тише воды, нише травы, тогда с вами ничего подобного не случится. А если будете выступать, если вы будете полагать, что у вас есть право говорить нам нет, то с вами произойдет нечто подобное. Смотри, еще какая история. Я про Щербича хотел рассказать. Это же достаточно любопытная история, потому что он сам-то не появляется. Он где-то там кому-то дает какие-то показания, на основании которых суд потом выносит решение. А в новостях он не появлялся достаточно давно. И тут важный еще момент, на что стоит, как мне кажется, обратить внимание. Это он сейчас находится в партии доверяя делам Геннадия Труханова. А вот во время Майдана, я так понимаю, какое-то время после уже победы революции, этот человек входил в состав, я так понимаю, руководства, не просто был рядовым членом, а в состав руководства партии под названием Родина. Это такая партия, которая, ну вот, например, занималась перевозкой тетушек, которые нападали на людей. Это та партия, которая декларировала среди своих целей некую федерализацию Украины. Мы все понимаем, да, что под этим стоит, что это, в принципе, это такой эфемизм для скорейшего подчинения России, для скорейшего отказа от собственного суверенитета. Это вот была такая, ну, прям по-настоящему, а там не просто пророссийская, а фактически российская партия, со всеми георгиевскими ленточками, там, со всеми деды воевали, вот со всем этим прочим антуражем. И вот в этой партии далеко не последнюю роль играл вот этот самый Сергей Щербич. Любопытно, что, вот, не знаю, там, пророссийские ребята в нашей стране, там, партийцы ОПЗЖ, сторонники какого-нибудь Портнова, сторонники, прости господи, Шария, все время пытаются налепить на Стерненко какой-нибудь ярлык. Мол, посмотрите, он радикал, он, там, антисемит, там, там. Ну и какой вообще должен быть радикал, мол, в нашей стране? То есть обязательно не любить евреев, ромов, там, громить, там, какие-нибудь выставки современной искусства. Но это ведь все не про Сергея. Ну, вот, насколько, вот, слежу за ним, никаких не было антисемитских заявлений, никаких антиромовских выступлений, не разгонял он марши с ЛГБТ, не срывал феминистических акций, не громил выставки. Человек, который получал высшее юридическое образование в Киеве, который, который действительно очень насчитан и довольно очень интеллигентный. Поэтому, когда вам будут, вот, вы будете слышать о каких-то стереотипах, вот таких вот, о клише, которое в его адрес, в адрес Сергея Стерненко будет звучать, то знайте, что они, реальности-то, на самом деле, не особенно соответствуют. Нужно напомнить, вот уже просто сейчас завершаю эту тему, что, ну, например, наверное, хорошо всем украинцам известный художник Александр Ройтборд, он же как раз в свое время выступал, и я так понимаю, продолжает выступать в защиту Сергея Стерненко, и в том числе обсуждали с ним вопросы каких-то там ультра-националистических историй, и в этом разговоре выяснилось, что никаких предубеждений национальных, никаких предубеждений религиозных, и вот всего того, чем его хотят наградить противники, у Сергея Стерненко, судя по всему, нет. Слушай, как мы вчера предварили фактически, проанонсировали происходящее сейчас в Грузии. Я просто напомню, что вчера у нас по скайпу из Тбилиси был наш коллега, наш товарищ Гелова Садзе, который рассказывал нам о политическом кризисе, который происходит прямо сейчас в Грузии, и рассказывал о том, что общего у нас с нашей политикой, с грузинской политикой. Среди прочего, как мне кажется, он такой очень-очень многозначную фразу обронил, что все то, что происходит сейчас в Украине, уже когда-то было в Грузии. Поэтому, если вы хотите понять, чего ждать дальше от украинской политики, от украинского общества, смотрите на то, что было, уже происходило в последние годы в Грузии. А я напомню, что там в свое время правительство Саакашвили, точнее, позиции Михаила Саакашвили, они пошатнулись, ему на смену пришел миллиардер Бедзина Иванишвили, который создал партию «Грузинская мечта». Эта партия вот недавно победила на парламентских выборах. Оппозиция упрекает в том, что выборы были сфальсифицированы, упрекала в том, что партия приписала себе 8, партия власти приписала себе 8 процентов. Из-за этого представители оппозиции отказались входить в парламент. Просто бойкотировали. Ну да, там 150 депутатов в грузинском парламенте. Вот, условно говоря, 100 мест у партии власти. Еще порядка 50 принадлежит оппозиции. Оппозиция сказала, что нет, мы вот просто будем бойкотировать заседание. После чего внутри партии власти произошел определенный раскол. Раскол на ястребов и раскол на людей, которые были готовы с оппозицией вести какие-то переговоры. Но в конечном счете, я так понимаю, победила позиция ястребов. Ястреба додавили. Там же еще действительно все это развивается на фоне... Вот мы говорили там о, не знаю, раздутых или выдуманных обвинениях в Украине, которые используются для сведения счетов с политическими противниками, с активистами и так далее. И вот, как в подтверждение слов Гела Васад за то, что все это уже было в Грузии, вот мы можем наблюдать, потому что поводом для очередных гонений на оппозицию стала акция несогласия оппозиции еще в 2019 году, после того, как в грузинский парламент, внимание, это парламент страны, 20% территории, которая оккупирована, впрямую оккупирована российскими вооруженными силами. Так вот, в парламент этой страны был приглашен российский депутат, прошу прощения, коммунист Гаврилов, который должен был открывать одно из заседаний. Тогда в итоге оппозиция была взбешена, пытались пойти на штурм парламента, и вот после этого штурма парламента лидера той политической партии, которую когда-то создавал Михаил Саакашвили, зовут его Ника Меля, его обвинили в организации этого штурма, значит, на время судебных всех этих дел повесили на него электронный браслет, взяли с него какой-то там большущий залог партии, называется Единое национальное движение. И вот очередной виток противостояния между оппозицией и властью пришелся на внезапное какое-то решение суда, увеличить размер залога, пересмотреть условия условно там какого-то пребывания на свободе. В итоге сегодня, с самого утра, полиция, спецназ грузинский штурмовали штаб-квартиру партии Единое национальное движение, штурмовали, я так понимаю, с несколькими побитыми людьми, с несколькими задержанными. Самого Нику Меля отправили в тюрьму прямо оттуда, из партийного офиса. Там 21 человек помимо него, самого был задержан из числа его сторонников. Интересно следующее, что все это происходило при большом стечении прессы, сочувствующих, каких-то зевак. Почему? Потому что о готовящемся штурме стало известно заранее, накануне. Более того, когда, собственно, внутри партии власти грузинская мечта определялись со сценарием, как поступить с лидером оппозиционной партии, против выступил даже премьер-министр страны. Более того, он сказал, что если вы сейчас, условно говоря, будете бросать в тюрьму лидера оппозиции, то это приведет только к эскалации насилия на улицах, к эскалации протестов. Это будет неправильно, вредно для страны, и он подал в отставку. И в этот момент, когда тщательно внутри правящей грузинской партии грузинская мечта восторжествовали ястребы. Которые сказали, ах ты такой, ну иди, нам слюнтяи не нужны. Нам нужны те, которые скажут, да давить их, всех, значит, к ногтю прижать. Это вот безотносительно там личности тех людей, против которых они воюют. Хатяй Деканаидзе, известная всем украинцам Хатяй Деканаидзе, сейчас является активистом, действующим членом партии «Единое национальное движение», вот той самой партии, глава которой сейчас задержан. И она, вот она вчера вечером собрала экстренный брифинг, рассказала о готовящемся штурме, предупредила всех. Сегодня она тоже выступила с заявлением. И знаешь, интересно, как она называла тех людей, которые задерживали ее коллегу, и тех, которые инициировали этот захват. Вот того депутата, который в российский приезжал и спровоцировал политический кризис, долгий вот этот вот бесконечный, ну он не сам, он один из факторов был. Его звали, его фамилия была Гаврилов. И вот Хатя Деканаидзе, тех людей, которые стоят за всеми этими нынешними беспорядками, тоже называют Гавриловы. Она говорит, приехали, захватили нашего Нику, этих Гавриловы, отвезли в тюрьму этих Гавриловы. И, кстати, ни одна Хатя Деканаидзе недовольна. Кстати, а кто еще? А вот, например, Генсия Кната Андерсфок Расмуссен, он сообщил, он такой, он обходительный человек, он дипломат, как ни крути, он написал в Твиттере о том, что происходящее в Грузии вызывает у него тревогу, сказал о том, что из-за этого кризиса, из-за событий, которыми этот кризис сопровождается, проигрывает прежде всего грузинский народ. И призвал сейчас и власти Грузии, и оппозиции Грузии к сдержанности. И сказал, что всецело поддерживает и готов защищать законы верховенства права. Ну, не только он. Посольство США выразило беспокойность, заявило, что действия власти грузинских властей только отдаляют Грузию от Запада. Дипломатические ведомства стран Балтии высказали, тоже выразили глубокую беспокойность. Любопытно, вот кто, кого партия власти сейчас назначила новым премьер-министром в стране, это Гарибашвили, он очень известен как такой ястреб Ираклий Гарибашвили, который говорит, что там нет смысла вести переговоры с оппозиционными движениями, потому что они, мол, деструктивная сила. И вот только те, кто дистанцируется, значит, от экс-президента Саакашвили и его окружения, вот с ними мы, мол, будем вести переговоры. Поэтому, судя по всему, это клинч, потому что власть, которая формально обладает большинством в грузинском парламенте, она выбрала стратегию максимального давления на оппозицию. А к чему это может привести? Да к чему угодно. Вот говорили мы, что задержание главы оппозиционной партии в Грузии чревато акциями протеста, а эти самые акции протеста уже на другом конце земного шара вовсю идут. В Мьянме началась общая забастовка, там, где недавно военные захватили власть и отстранили от рычагов управления действующего главу государства. Там все началось еще... Военный переворот произошел 1 февраля, а вот сейчас там десятки тысяч протестующих ходят по улицам. Уже в минувшее воскресенье как минимум двое протестующих погибли в столкновениях с полицией. И бастующие, они как раз требуют от военных, чтобы те ушли от власти, освободили фактического лидера Мьянма Аун Сан Суджи, ее окружение. А ее, я напомню, обвиняют в том, что ее охрана пользовалась нелегально ввезенными в страну рациями. И, соответственно, мол, нарушили закон об импорте. Ну и вот Запад грозит хунте, которая вновь пришла к власти в Мьянме санкциями. И, кстати, вот я смотрю, что нечто подобное уже было в 88-м году в этой стране. Тогда тоже было восстание, и военные тогда убили сотни демонстрантов. И очень многие боятся повторения тех событий и сейчас. Собственно, все, вопрос западных санкций против Мьянмы, мы, наверное, тоже, так или иначе, будем получать новости по этой теме. Но еще сейчас идет большая дискуссия на Западе относительно того, какими должны быть санкции против России. Это куда ближе к нам и к украинским национальным интересам. Почему? Потому что сейчас и в США, и в Евросоюзе обсуждаются санкции из-за того, что российские власти делают с оппозиционером Навальным. И уже драфт, например, санкционного списка начал составлять еще в кабинет Дональда Трампа. А сейчас по этому же драфту работает кабинет Джо Байдена. Они говорят, что мы будем, соответственно, синхронизировать санкции с европейцами. Правда, вот существует два разных и принципиальных подхода. Почему? Потому что сам, например, Навальный просил Запад ввести санкции против российских олигархов. Особенно тех, которые особенно близки к Владимиру Путину. Те, которые покупают для российского президента разные активы, кстати, в оккупированном Крыму в том числе. Навальный предлагал вводить, например, против Романа Абрамовича, Алишера Усманова, главы Внешторгбанка Андрея Костина и так далее, и так далее. Вот как раз-таки санкционные ограничения. При этом в Евросоюзе очень много тех людей, которые говорят, не, ну подождите, ну вот зачем нам вводить против российских олигархов санкции? Это же мы окончательно побьем горшки, это же окончательно сожжет все мосты. А давайте мы вот лучше просто введем, например, против каких-нибудь российских силовиков. Но мы же понимаем, что, кстати, принципиальная разница между российскими силовиками и российскими олигархами в том, что у российских силовиков на Западе и так нет активов. Но сейчас пока Евросоюз говорит, что, мол, давайте введем санкции против главы российского следственного комитета Бастрыкина, главы там Федеральной службы исполнения наказаний Калашникова, директора Национальной гвардии Золотова, генпрокурора Краснова и так далее, и так далее. И если они, конечно, решат вводить санкции против топ-силовиков, то это никоим образом вообще не поколеблет и даже не будет ни единого намека на возможный внутриэлитный раскол в России, потому что силовики и так сегодня безраздельно преданы российскому политическому руководству, они и так готовы ходить по струнке, и так они давным-давно не отдыхают за границей и не держат там активов. И единственным более-менее весомым инструментом давления было бы как раз вводить санкции против российских олигархов. Но Запад все еще пытается делать вид, что неизбежное обратимо. — Скажи мне, пожалуйста, с какой суммы доходов или с какой суммы этих самых собственности начинается олигарх? Я просто хочу понять. — Ну олигарх тут же не только вопрос собственности, это вопрос еще влияния на политику. — Я вот поэтому я осознанно это делаю. — Не знаю. — Я осознанно это делаю. — Давай миллиард. — Я осознанно это делаю. Знаешь почему? Потому что хочу перейти к истории про Стива Вандера. — А он олигарх? — Ну и хочу понять, олигарх ли он, потому что у него больше... — Он на политику влиял. — У него больше 113 миллионов долларов. И он знаешь, сколько в минуту зарабатывает? — Почти 36 долларов в минуту он зарабатывает. — В минуту. — Каждый минут. 800 гривен. Кап. — Да-да-да-да-да-да-да. — Рассказывай про него. Он одним этим фактом своего существования достоин рассказа. — Нет, но он же еще талантливый музыкант, и он тут на днях дал интервью страшно популярным. Мне кажется, самый популярный американский телеведущий Опри Уинфри. И рассказал, что ему совсем не нравится происходящее в Америке. Он страшно опечален вот этими вот самыми историями вокруг штурма Капитолия. И собирается переезжать в Ганну. — В Ганну? — Да. У него корни в Ганне. Его предков когда-то насильно привезли из Ганы. И вот он рассказал. Причем она даже переспросила растерянную Опру Уинфри. Говорит, еще раз, вы собираетесь навсегда уехать в Ганну? И Стиви Вандер говорит, да, я хочу уехать туда навсегда, потому что я не хочу, чтобы мои правнуки переживали за того, что они живут в обществе, в настолько несправедливом обществе. СНН упоминает, напоминает. — Его многие вещи просто он их сумеет не замечать. — СНН напоминает о том, что в 1994 году он уже говорил о том, что уезжает в Ганну, что ему все надоело в Соединенных Штатах Америки. — Юра, ты каждый день перед эфиром говоришь, что мы тебя задолбали, и ты уедешь от нас в Ирак. Что в Ираке спокойнее, в Ираке безопаснее, чем в нашей редакции. Вот в этом смысле у вас с Стиви Вандером очень много похожего. — Ты будешь смеяться, тут детройтские журналисты полезли в архивы и выяснили, что он еще не только в 2021, сейчас в 1994, еще в 1974 году, вскоре после того, как обнаружил, что у него корни из Ганны, тоже говорил о том, что он скорее уедет в Ганну жить, что ему не все нравится в Соединенных Штатах Америки, и что он хочет уехать на родину предков и там быть полезным людям. — Ну, не уехал. Пока не уехал, пока не уехал, из чего... — Может, его обманывают, говорят, слушай, мужик, ты уже в Ганне, просто прислушайся, воздух иной платностью, извини, да. — Это очень жестоко, ты сейчас вещь такие говоришь. — Послушай, я думаю, что человек с таким опытом эстрадного пребывания и с таким опытом, человек, который зарабатывает каждую минуту по 36 долларов, он как раз достаточно толстокожий. Итак, продолжай, что у тебя еще есть из твоих героев? — Слушай, подожди, ты считаешь, что мы закончили со Стиви Вандером? Тебя даже не зацепила сумма... — Я пойду про Ганну лучше погуглю. — А, в Гане? Я как раз хотел перейти сначала к Гане, к историям Ганы от того, что ты начал рассказывать о протестах там, потому что в Гане тоже протесты. И там целый марш организовали жители одной из провинций к какому-то из муниципальных управлений. А знаешь, чем недовольны? Говорят, что очень плохие дороги, что писали много раз петиции с требованием дороги отремонтировать. Люди недовольны тем, что платят налоги, а дороги все хуже и хуже. И вот организовали несколько часов назад, тоже походили марш. Понятно, что это несравнимо с происходящим в Мьянме. Понятно, что в Мьянме люди действительно рискуют жизнями, свободой. И вот реально борются с хунтой. Но там самая настоящая хунта. Слушай, а мне вот знаешь, где интересно, появятся ли протесты или нет? В такой традиционно протестующей стране, как Франция. Потому что там национальная ассамблея, она одобрила проект закона о басламистском сепаратизме. Это проект закона, который инициировал Эммануэль Макрон еще осенью 2020 года. Этот проект поддержали необходимое количество депутатов. Почти 350 за против 151. И если он окончательно пройдет утверждение в Сенате, он предусматривает целый ряд нововведений в французское законодательство. В том числе, например, будет запрещать домашнее обучение для целой категории граждан. Раздельные бассейны. В общем, все те вещи, которые позволяли, например, по мнению французских законодателей, таким исламистским течением, жить по законам шариата в светской Франции. И мы как-то с тобой говорили о том, что было бы неплохо разобраться с этим законопроектом и с тем, что он предлагает. Ты с этим разобрался? Давай завтра. Я разобрался с другой историей. И я о ней сегодня расскажу тоже из Франции. Об этом сегодня, а о той французской истории завтра. И мне за эту историю, которую я тебе сейчас расскажу, положен будет наш с тобой переходящий вымпел рептилоиду года имени Стива Беннона. Сейчас расскажу. Слушай, у меня прям две конспирологические истории. Но начну, как и обещал, с той, которая про Макрона. И, значит, было бы два вымпела у нас с тобой рептилоиду года имени Стива Беннона. Повесил бы сейчас оба себе здесь. А пока нет ни одного. Кстати, домашнее задание тебе. Придумай, пожалуйста, и приготовь. Конспирологическую концепцию? Нет, нет, нет. Наш переходящий вымпел. Пусть он у нас будет здесь присутствовать в студии. Ну, чтобы мы понимали, что мы не просто так... На нем будет геральтический фикус, и на двух листах фикуса будет каждый по твоему мейкуну сидеть. Кстати, давай сделай, мне кажется, будет. И за всем этим подглядывает рептилоид. С учетом того, что апофеоз моего художественного мастерства это прямая линия, проведенная ручкой по бумаге. Ну, так это просто будет набор прямых линий, только вот грамотно скомпонованных. Что тебе объяснять? Так вот, Макрон, Эммануэль Макрон, он распорядился, дал распоряжение своим спецслужбам выяснить, насколько опасны для национальной безопасности и вообще откуда взялись вдруг во Франции в большом, в заметном, ну, прям будем говорить, в товарном количестве представители этого самого движения QAnon, о котором мы с тобой неоднократно рассказывали здесь в эфире. Давай напомним, некий человек под ником Q написал в интернете несколько строк, несколько предложений, из которых следовало, что он, этот самый Q, якобы имеет отношение к американским спецслужбам, что американские спецслужбы якобы раскрыли заговор, за которым стоит секта, огромная всемирная секта сатанистов-педофилов, и что вот только Дональд Трамп может этой секте противостоять, из-за чего все должны голосовать за него на выборах 2020 года. Так вот, выяснилось, что после того, как Трамп проиграл, и, ну, фактически, ну, прямо будем говорить, он отрекся, да, от этих своих ребят, этих людей, которые с буковками Q на маечках и на кепочках штурмовали Капитолий, несколько, вот вроде бы как этот культ, сложившийся вокруг него, подувял и подугас. Но это в Соединенных Штатах Америки. А вот в Европе Q пришелся ко двору, а там, значит, в этот QAnon начали вливаться в огромных количествах ковид-диссиденты, значит, сторонники теории заговоров, согласно которой белые правительства специально, европейские белые правительства специально работают в интересах, там, значит, темнокожих, мусульман, евреев, кого угодно, и хотят вот этих вот белых бездельников заменить людьми из Африки, Ближнего Востока и так далее. Нацисты, ковид-диссиденты, вот все люди, сторонники теории заговоров, оказывается, прекрасно, значит, влились в эту историю Q, они начали себе объяснять, слушайте, а ведь действительно, а вот всю правду написал Q, действительно, секта каких-то, значит, сатанистов-педофилов. Наверняка все вокруг происка этой самой секты сатанистов-педофилов. И потихонечку ушла даже на задний план вся эта история с Трампом. Уже особо не вспоминают о том, что он когда-то был главным персонажем всей этой теории заговоров. Уже теперь они сами, они говорят, мы теперь сами будем противостоять педофилам-сатанистам, мы сами с ними разберемся. И, ну, самое, вот ты смеешься, самое любопытное, там в Нидерландах больше двухсот страниц, посвященных Q, хлопнул в какой-то момент Твиттер в Нидерландах, а в Германии эти Q фактически возглавили вот это самое антиковидное движение, движение против... Предлагаешь открыть украинскую ячейку? Да нет, упаси Боже, ты что, не хочется иметь ничего общего с этими людьми. Просто, ну, просто любопытно. Видишь, что культ, рожденный вокруг Дональда Трампа, этого Трампа спокойно сейчас отторгнул, прекрасно себе обжился на новых территориях, и уже фактически они теперь уже и забыли, что он когда-то был создан вокруг Трампа, когда-то был создан, судя по всему, для Трампа, ну и живут себе дальше спокойно, в уст не дающих. То есть такой вирус, запущенный в социальный организм, который продолжает жить даже без изначального нулевого пациента, который продолжает курсировать. Ну, ты знаешь, можно было бы зарегистрировать украинскую ячейку Q, но посовывать какие-то... А ты думаешь, они там вот эти вот во Франции зарегистрированные ячейки Q? Или там в Нидерланде? А где здесь у вас рептилоидов? Да, где у вас франшиза на рептилоидов? Да, я не знаю. И проталкивать какие-нибудь при этом, я не знаю, здравые мысли. Говорить Q завещал всем вот этой вакциной обязательно привиться, потому что это единственное, что защитит вас от превращения в рептилоида. Но тогда мы нарушим правила естественного отбора. И вообще нарушим правила Q, потому что они-то как раз борются с вакцинацией, требуют запретить вакцинацию. Кстати, в Украину прилетела первая партия вакцин из Индии. В магазин, Павлик. От Oxford, AstraZeneca. Ну, подожди, полмиллиона. А вакцин это всего-навсего на 250 тысяч человек. Хватит, потому что каждому нужно же по две вакцины. И я просто напомню, что еще 15 февраля должна была стартовать вакцинация. Вот только сегодня прилетело, непонятно, когда начнется. В общем, сидим, держим пальцы крестиком. Надеемся, что вот самые незащищенные слои населения все-таки начнут получать иммунитет против коронавируса в ближайшее будущее в нашей стране. Кстати, в феврале есть еще одна дата, о которой стоит вспомнить, потому что именно в феврале 54-го года советские власти передали Крым из состава РСФСР в состав УССР. Но это формально все происходило при Хрущеве. И российская пропаганда сегодня любит рассказывать выдумки по поводу того, что, мол, Хрущев подарил Крым Украине. Но, знаете, для того, чтобы понять, насколько ложным и насколько вообще манипулятивным является подобное утверждение, стоит достаточно просто вспомнить о том, что из себя представлял Крым тогда накануне формальной передачи из состава одной союзной республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Дело в том, что в Крыму по нему прокатилась же тогда не только волна боев в ходе Второй мировой войны, не только бои разрушали крымские города, в частности Керчь, Севастополь и многие другие. Но в значительной степени очень сильно по Крыму ударила депортация крымских татар. И не только крымских татар, потому что из Крыма вывезли, в том числе депортировали болгар, греков, в 1941 году еще крымских немцев депортировали с территории полуострова. То есть в значительной степени Крым стоял не только разрушенный, но еще и покинутый. В Крым завозили тогда активно жителей самых разных регионов Советского Союза, в частности из Курской области переселяли в Крым людей, из Воронежской области, из Поволжья, кстати, и даже из северных регионов. Но в чем была проблема? Люди, которые переселяли тогда в конце 40-х, в начале 50-х годов в Крым, они вообще понятия не имели о крымской специфике. Да, они не знали, многие из них впервые видели виноград, табак, кукурузу. Они не понимали, как вести земледелие в горах, не понимали специфику крымского степного земледелия. Ведь тогда еще Северокрымского канала не было, и Крым продолжал испытывать дефицит пресной воды, потому что в значительной степени крымские татары, которые жили там столетиями, они понимали, как собирать дождевую воду. У них были системы колодцев и так далее. А люди, которых перебросили из совершенно других климатических и ландшафтных зон на территорию полуострова, они просто не понимали, как со всем этим быть. Когда Хручев в 1953 году приехал на полуостров, он тогда был первым секретарем ЦК КПСС, в мемуарах есть этот момент, когда вот к нему там пришел, он встречался с этими переселенцами, которые были переброшены в Крым, и они говорили, нас обманули, здесь, мол, капуста вянет, там картошка не растет, там и так далее, и так далее. И вот нам когда обещали, что мы должны сюда переехать, нас по сути обманом сюда заманили и так далее. Более того, 1953 год уже, получается, 8 лет с момента окончания Второй мировой войны прошло, а, например, в Крыму там вдоль дорог там разбитые танки, разбитые артиллерийские орудия стоят. То есть, ну, по сути, территория региона была не прибрана даже вот после войны, а уж тем более вот все эти покинутые татарские деревушки, заброшенные, потому что крымские татары были выселены, им даже, по сути, не позволили нормально собрать вещи. И все это создавало ощущение гигантской разрухи. Чтобы мы понимали, например, тогда в 1953 году в Крыму было на весь полуостров три хлебных магазина, восемь молочных магазинов. Ну, то есть, это была история про абсолютно необустроенный регион. А когда обустроили, когда построили дороги, прибрали, решили проблемы с водоснабжением, тогда раз и решили отжать, отхапать... Так, да, его в 1954 году передают в состав УССР. Ну, кстати, на тот момент украинские города в значительной степени Крыма восстанавливали, потому что вот все станки, все, там, я не знаю, какие-то товары машинопроизводственного цикла, они поставлялись в Крым с территории Украинской Советской Социалистической Республики. Там Харьков поставлял краны, там Киев погрузчики механические, Кременчук, там, смесители и прочее, и прочее, и прочее. Ну вот. И, по сути, передача Крыма Украине, она тогда фиксировала статус-кво, что полуостров был завязан на материковую часть Украины значительно больше, чем на какую-то отдаленную РСФСР. И тогда вот активная фаза восстановления полуострова, она началась после 54-го года, был построен Северокрымский канал, который поставлял пресную воду из Днепра на территорию полуострова, и так далее, и так далее, и так далее. И вот сегодня, когда российская власть говорит о том, что, значит, мол, мы подарили Крым Украине, ребят, на самом деле это была история про такой абсолютно хозяйственный акт, потому что Украина и так в значительной степени занималась восстановлением разрушенного войной и депортацией полуострова. И, по сути, этот акт о передаче, он лишь фиксировал статус-кво, которое по состоянию на 54-й год в реальности сложилось в тот момент и в том месте. Хотел тебе историю рассказать про, как мне кажется, мошенничество, сейчас расскажу. У нас же просто рубрика обязательная наша, «Ни дня без стак», мы мимо нее пройти не можем, а сегодня, ну все, извини, а сегодня еще и к ней есть большое, такое открывающее прям событие. В Washington Post издание написало о том, что большущие проблемы в экономике Северной Кореи, рассказало о том, что там же плановая экономика до сих пор, они же живут как Советский Союз, вот есть установлены правительством план производства того-то, добычи сего-то, продажи за рубеж такого-то количества вещей. В итоге из-за иностранных санкций и из-за решения самого правительства Северной Кореи, они невероятно осторожничали в связи с коронавирусом, они закрыли все границы, которые только можно было закрыть, и на всякий случай запретили даже морякам выходить в море, опасаясь, что они куда-нибудь заплывут или с какими-нибудь другими моряками из других стран где-нибудь там перекурят на нейтральных водах и подцепят, значит, коронавирус привезут. В итоге закрыли все границы на несколько месяцев, все это стояло, производство неделями не могло работать, например, для большого количества шахты или для нескольких электростанций не могли завести запчасти, потому что своего производства нет в Северной Корее, все это на обеспечение этих производств, все полагалось на поставки из Китая, с Китаем граница закрыта, все, извините, ничего не работает. В Washington Post пишет о том, что, значит, был разнос, который устроил сам Ким Чен Ин, нынешний лидер Северной Кореи, руководство правящей партии, тыкал пальцем, обвинял конкретных людей в том, что это из-за них, значит, срываются те или иные пункты вот этого самого плана, уволил проработавшего буквально несколько недель министра экономики, потому что, ну, фактически для него это была расстрельная работа, его поставили вот в январе, в тот момент, когда было понятно, что все планы давно сорваны, что санкции, что коронавирус, что, значит, перебой с электричеством превратились просто в целое отключение этого электричества, ну, понятно, что человек, ну, не мог ничего сделать, в итоге его уволили. Одна из немногих прибыльных отраслей – это производство удобрений, вообще просто полностью провалилось, или почти полностью провалилось, потому что нет электричества и нет огромного количества химикатов и, опять же, запчастей, на поставки которых тоже полагались на Китай. Все, нет поставок из Китая, закрыта граница, не работают все эти химические комбинаты, на которых производятся удобрения. Но, но, это все сообщают, естественно, империалисты, а наше с тобой любимое центральное телеграфное агентство Северной Кореи «ЦТАК» сообщает следующее. «На апатитовых рудниках увеличивают успехи в производстве руд», сообщает нам заголовок одного из сообщений «ЦТАК». А дальше идет, собственно, само сообщение. «На апатитовых рудниках нашей страны увеличивают производство руд». «На апатитовых рудниках западного района, которые в минувшем году завершили строительство для создания производительности концентратов и произвели много фосфорных концентратов, сосредотачивают силы к добыче». То есть ты решаешь, что нам мало конспирологического движения «ЦТАК», и все еще продолжаешь лить бензин в костер учения Чучхе. Ты знаешь, что Чучхе сейчас уступило мест, ну не сейчас, уже много лет назад, идеологии Сангун? А в чем разница? Ну, Чучхе — это... Это развитие с опорной собственной силой. Чучхе — это полное развитие с опорной собственной силой. Мы сильно там не зависим от остального мира, мы не смотрим на то, как колеблются наши вроде бы как идеологические союзники где-нибудь там в коммунистическом Китае или в социалистическом Вьетнаме. Живем сами по себе. Вот это была идеология Чучхе. Ей на смену пришла идеология Сангун в середине 2000-х годов, если мне память не изменяет. Идеология Сангун — это примерно то же самое, только полный приоритет вооруженным силам. То есть мы теперь... Теперь любое производство, любая экономическая активность, любое вообще, что бы ни происходило в стране, ставят перед собой главную цель — обеспечить армию. Вот мы сначала всеми силами, всем, чем только можно, снабжаем армию, вооружаем армию, отдаем армии там, я не знаю, топливо, грузовики, металл, все, что нужно этой армии. А уже потом решаем все остальные проблемы. Я даже не знаю, это не страны третьего мира, это страны какого-то шестого мира. Там очень сложно понять логику их существования, когда одновременно ты видишь, как современный мир обсуждает, не знаю, судьбу социальных сетей и о том, где социальные сети должны платить налоги. Помнишь, мы вчера накануне рассказывали о том, как поссорился Марк Цукерберг и компания Facebook с австралийскими властями. Это в пятницу было. Вчера у нас был гелл в Ассадзе. Да, 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 в пятницу это было. Мы говорили о том, что там приняли законодательство, чтобы Facebook должен платить местным СМИ, если новости этих СМИ размещают в Facebook. Потому что, условно говоря, СМИ создают контент, а Facebook его, по сути, капитализирует и ничего не платит. Так нечестно, давайте вы будете платить. И Facebook говорит, ах так, я запрещу. Вообще странная логика, но не имеет право на существование. Ну, на самом деле, очень большая дискуссия идет в отношении того, как и кому должен платить Facebook. Вот об этом хочу рассказать. В итоге австралийские власти и Facebook достигли компромисса. Австралийские новости снова будут появляться на этой платформе. Детали компромисса пока еще неизвестны, но более-менее там, собственно, взаимопонимание найдено. Но, на самом деле, во всем мире идет гигантская дискуссия относительно того, где, за счет чего зарабатывают социальные сети и где они должны платить налоги. Почему? Потому что многие страны убеждены. Ребят, вы когда приходите, например, работать во Францию, когда вы там зарабатываете во Франции на рекламе, вы же должны налоги, соответственно, платить во Франции. Они говорят, не, ну подождите, мы вообще американская компания, у которой штаб-квартира в Ирландии, поэтому мы, наверное, платить будем в Ирландии. А при помощи общественных хитрых бухгалтерских схем мы, наверное, будем налоги минимизировать. И до определенного момента все закрывали на это глаза, а потом в какой-то момент перестали. И скандалы стали возникать во всех странах Западной Европы. Например, в Великобритании. Посчитали, что, ребят, смотрите, компания Google только лишь в 2011 году, а это уже 10 лет назад, заработала у нас 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. А налога сплатила 0,04%, то есть там 3,5 миллиона фунтов. Мне кажется, что это, говорит, несправедливо, потому что они уходят от уплаты налогов. И так происходит не только в Британии. Например, в Франции Apple, Google, Amazon там 3 миллиарда евро получили суммарно от рекламы, от предоставления услуг, а налогов заплатили 4 миллиона евро. И французы говорят, так, а в чем прикол? А почему транснациональные компании, пользуясь тем, что они там американские, при этом штаб-квартира в Ирландии, не платят странам, в которых они зарабатывают, налог? И очень многие страны говорят, так, а давайте вот обложим этих крупных технологических гигантов 20-процентным налогом. Ну, НДС, условно говоря, мне не знаю, или 20-процентным налогом на прибыль. Кстати, такая же инициатива рассматривается и в нашей... Да. Более того, даже американцы говорят, ребят, слушайте, а вы знаете, а Google нам не доплачивает. Например, в 2020 году, в феврале 2020 года, налогоуправление США, она говорит, вы знаете, уважаемый Facebook, а вы нам 9 миллиардов долларов задолжали налогами, потому что вы опять сослались на свою ирландскую штаб-квартиру, а деньги-то вы зарабатываете на территории США, вы же рекламу продаете именно здесь, у вас же здесь, американцы заказывают рекламу, и вы при этом... Чем все закончилось? А вот об этом стоит рассказать отдельно. Ну, и на самом деле, ты у меня спрашивал, чем это закончилась история про противостояние интернет-гигантов и национальных правительств. Ну, Facebook пошел на попятны. Кстати, еще несколько лет назад, в 2017 году, объявил, что изменит налогообложение таким образом, чтобы больше платить налогов в той стране, где компания зарабатывает, вот, чтобы баланс вот этих доходов, он отображался на балансе локальных подразделений, а не на балансе главной штаб-квартиры, которая, повторюсь, находится в Ирландии. И, более того, в некоторых странах он пошел, ну, условно говоря, там, я не знаю, ну, условную, в кавычках, сделку со следствием, согласившись, там, окей, мы вам выплатим миллиард, там, евро в бюджет для того, чтобы, там, во Франции против нас становилось, вот, там, расследование по поводу неуплаты налогов и так далее. Но теперь разные страны мира пытаются это систематизировать для того, чтобы не приходилось всякий раз суд подавать, а для того, чтобы существовали какие-то либо ставки налогообложения и так далее. Кстати, инициатива подобная и у нас зарегистрирована, правда, не знаю, насколько здраво она прописана, насколько разумные цифры в ней выписаны, поэтому комментировать не берусь, не хочу сказать о том, что это плохо или хорошо, просто имейте в виду, что это часть большой глобальной дискуссии относительно того, как зарабатывают на национальных рынках глобальные интернет-компании и как должно строиться налогообложение этих самых компаний. Твоя очередь. Слушай, я про Трампа. Давай. Ну, раз уж начали говорить. Он же тут рассказал на прошлой неделе о том, как он, я так понимаю, с чьей-то помощью посмотрел, как там без него в Твиттере. И он говорит о том, что очень скучный стал Твиттер без него. Трамп, вот, да, он выступил, рассказал. Кто-то дал погонять ему аккаунт? Ну, не знаю, может быть, рассказал. Ну, может, я не знаю, кто-то из детей ему рассказал. Пап, ну, ты знаешь, ты не расстраивался, без тебя там вообще делать нечего. Он рассказал о том, что у него было 89 миллионов последователей на его страничке, личные странички в Твиттере. Еще 36 или 39, он не помнит уже, было на страничке вот президентской, на которой была заведена ему, когда он стал президентом. Рассказал о том, что примерно столько же людей, то есть тоже там от 30 до 40 миллионов было у него подписчиков на Фейсбуке. И после того, как его забанили, говорит Дональд Трамп, люди массово уходят из этих соцсетей, массово переезжают на другие платформы. Из Твиттера, то есть? Из Твиттера, из Фейсбука. Вот ты ушел из Твиттера? Нет, ты знаешь, не ушел. Но, но я подписан на страницу Дональда Трампа в Телеграм. На ней раньше, вот я сейчас на камеру покажу, на ней раньше стояла пометочка «Шахрайство», теперь стоит пометочка «Фейк». Причем эта пометочка сменилась на днях. Знаешь, после чего, судя по всему, сменилась эта пометочка? 21 февраля, то есть вот два дня назад, на этом самом Телеграм-канале появилось сообщение. После больше чем месяца безуспешных попыток связаться с поддержкой Телеграма, вот это вот самое сообщение о том, что это жульничество, так и не было удалено. Но этот канал никогда не нарушал правила Телеграм и продолжает передавать в эфир сообщения Дональда Трампа. Оставайтесь настроенными на нас и распространяйте информацию, которую мы публикуем здесь. Говорится в Телеграм-канале Дональда Трампа, который помечен как «Фейк». Но что я хочу тебе сказать? Конечно, господин Трамп несколько преувеличивает свою значимость, несколько он, скажем так, приукрашает реальность. Однако, когда он говорит о том, что люди покидают Твиттер, люди прощаются с Фейсбуком, он на самом деле не очень-то и сильно противоречит правде, потому что такая история действительно существует. Причем, грубо говоря, если в Фейсбуке там около тысячи аккаунтов, так или иначе, связанных с Трампом, ну, не напрямую, а те люди, которые поддерживают Трампа, распространяли теорию заговоров, эти 900 аккаунтов просто вот убрали, бахнули, их больше нет, их как самого Трампа забанили, то в Твиттере таких аккаунтов, таких страниц уже больше 70 тысяч. Твиттер банит за распространение там, значит, истории о том, что опасно прививаться, за распространение истории о том, что если не Трамп, то вот как раз наш QAnon любимый, то к власти приходят там педофилы-сатанисты. Таких больше 70 тысяч забанили. И они нашли место, где они могут собраться. Эти люди потихонечку переползают на сервис микросообщений Gap, который не так активно, как Твиттер, банит их и не удаляет их страницы. Переползают на какую-то страницу MiWi вместо Фейсбука. Почему? Потому что там нет таких жестких правил. По большому счету там тоже нельзя, например, какую-нибудь расовую или религиозную рознь сеять. Но они вроде как ее и не сеют. Они распространяют вот эти вот свои какие-то истории про рептилоидов, про то, что там Трамп спаситель, или про то, что они сами спасители. И вроде бы как здравому смыслу это противоречит на 200%, а вот правилам этих сообществ уже вроде как и не противоречат. Но правда специалисты по информационной безопасности уже предупреждают, что это может закончиться не очень хорошо, потому что рано или поздно туда придут люди с недостатком критического мышления, которые начнут во все эти кошмары верить. И может повториться, ну вот, например, штурм Капитоля. Потому что его же тоже подпитывали эти самые конспирологические теории. Его тоже подпитывали рассказы о том, что не все так чисто, в голоса украденные, здесь голосовали мертвые, а там голосовали, значит, нерожденные и так далее. Кстати, о штурме Капитоля. Отличная история появилась. Ты слышал, да, о таком движении, которое называется на пике, на расцвете движения Black Lives Matter, появилось движение Blue Lives Matter. Blue Lives Matter – это, значит, защитники полиции, которые говорили о том, что, слушайте, вот эти же экстремисты, Black Lives Matter, они же там вообще хулиганы, они же преследуют своей целью наших несчастных полицейских и убивать, уничтожать, обижать и так далее. Давайте в пику им создадим наше движение Blue Lives Matter. Создали. Создали такое движение. Его логотип – это черно-белый американский флаг, без красного на нем, но вместо одной из вот этих вот белых полос, она такая голубая, тонкая голубая линия. Тонкая голубая линия, которая символизирует вот это вот самоотверженных, я сейчас вот с сарказмом это говорю, честных полицейских, которые вот удерживают страну от падения в анархию и в хаос. И что интересно, тут на днях одному из американских медиа дал интервью полицейский, который защищал Капитолию во время штурма. Он темнокожий, ему досталось, потому что его там оскорбляли, исходя как раз из его цвета кожи, исходя из его происхождения. Но он интересный момент подметил. Он говорит, вы представляете, нас, людей, которые стояли в этом оцеплении, в полицейской форме, с полицейскими значками, били древками, на которых висели эти флаги, Blue Lives Matter. Ну то есть пришли люди, которые, типа как они говорят о том, что мы вот защищаем нашу полицию от страшных, ужасных хулиганов. Вот видите, мы вот так любим наших полицейских, что вот носим с собой флаги. И этими флагами начинают лупить полицейских. Ну, кстати, надеюсь, что сегодня столкновений не будет, друзья. Мы в самом начале программы говорили о том, что сегодня украинский активист Сергей Стерненко в Одесском суде получил тюремный срок 7 лет и 3 месяца лишения свободы и конфискация половины имущества в деле от 2015 года, по которому его обвиняют в том, что он похитил человека и потом похитил у человека еще 300 гривен. Очень у многих есть сомнения по поводу справедливости этого приговора по одной простой причине. В нашей стране остается абсолютно нереформированная судебная система ни при Порошенко, ни при Зеленском. Она не прошла процедуру очистки. Более того, на многих из судей в нашей стране, ну, просто клейма ставить негде. Огромное количество непонятно откуда взявшегося имущества, огромное количество неправосудных решений. И поэтому те люди, которые испытывают глубокое сомнение по поводу справедливости украинской судебной системы, сегодня в 20 часов собираются встретиться у Банковой и вот напомнить власти о том, что, вот знаете, есть вопросы. Мы, наверное, с Юрой тоже, может быть, там окажемся. Да, я очень надеюсь, что мы сегодня с киевлянами встретимся у Банковой в 8 часов вечера, а завтра я расскажу. Я не успел рассказать сегодня. Напомни мне, пожалуйста, завтра расскажу большую историю в продолжение уже с тобой нами обсуждаемую историю о мошенничествах с товарами на Амазон, потому что это уже коснулось лично меня. Интересно. Обязательно.